Здесь было на таких планах этого общения место. Это 68-й псалом, 3-й стих. Я хочу прочитать это место. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Знаете, дорогие друзья, так бы хотелось, чтобы... Но вот эта тема, она послужила предостережением. Может быть, кто-то еще только занес эту ногу. А может быть, кто-то, уже лишившись основания, попал в эту топь. Вот так бы хотелось посмотреть, не исследовать нам это, не погружаться. А я вот еще многого не знаю, чтобы погрузиться, посмотреть. Где-то оно Давиду же не повредило, может быть. Знаете, дорогие друзья, так не бывает, чтобы грех не вредил. Вот такое интересное место, когда мы читаем в Деянии апостола, что там есть место о том, как... Ну, когда уже, в общем-то, в Рим везли апостола Павла на корабле, и он предупреждал. Он говорит, вот это плавание, оно будет, ну, с большим вредом. Они не послушались. Там написано, что сотник больше доверял там людям, которые, ну, как-то за это отвечали, корм чему. И они решили плыть. Он говорит, ну что, узник какой-то, и нас учит тут. Хотя, в общем-то, человек такой, видно, что непростой был. И вот так получилось, что, ну, попали они в шторм, надежду теряли. Потом что-то появилось там, полосочка земли. Меряют, меряют эту глубину. Ну, попали на косу. Так написано, там нос увяз. А корму разбивало волнами. И вот знаете, дорогие друзья, корабль, ну, все потеряли. Да, разбила корабль, там они уже думают, ну, что делать, надо спасаться. Кто на досках, а кто на чем-то от корабля. Вот знаете, дорогие друзья, чтобы нам не пришлось так спасаться. Кто на чем. Кто на чем-то. Кто-то на каких-то досочках. Помните, есть такое место, потерпели кораблекрушение в Вере, да, у Тимофея. Плыли на корабле, было все хорошо. Знаете, на корабле спокойно. Вот мы как-то были на Благовестии, на катере. У нас там в нефтьюганский катерок стоит. Ну, я пришел на катер сначала так. А мне говорят, знаешь, вот, Дима, тут стекла-то, пули непробиваемые стоят. Я сначала посмеялся. А потом, когда где-то и угроза была, я думаю, как хорошо за этими стеклами. А так это приятно. Вот надо же, брат, как постарался, ну, прям, ну, как предвидел. Так хорошо, так, ну, так себя, конечно, и Божью защиту чувствовали. Молились, может быть, по-другому, чем раньше. Но как хорошо все-таки. Ну, что-то, ну, это же корабль, это катер. И вот все-таки это хорошо. Дорогие друзья, когда один, это уже плохо. И вот тоже Давиду, ему пришлось это пережить. Но вот это его состояние, оно вызвало в нем вопль. Он так говорит, спаси меня, Боже. Как хотелось бы, знаете, дорогие друзья, чтобы тоже у нас, может быть, если мы где-то увидели, ну, что что-то уже не так, что где-то погряз, что где-то увлекает, что не на чем стоять, чтобы это тоже у нас такой вопль вызвало, спаси меня, Боже. Как он когда-то, Петр тоже, да, он тоже смог протянуть руку к Господу. Погибаю, Господи, спаси. И тут же такая добрая рука Господа, она подняла. И вот так бы хотелось посмотреть на некоторые такие моменты. Там такое первое слово стоит – погрязнуть. Я для себя так посмотрел, ну, насколько это опасно. То есть вот как бы увидеть опасность греха, опасность глубину, весь ужас этой греховной жизни, чтобы где-то подальше, чтобы, ну, уберечься. Потому что бывает так вот, ну, в церквях где-то и молодежь, она смотришь уже так, ну, где-то нарушает эту границу, где-то близко подходит к этой пропасти, где-то так вот думает, может быть, по своей, еще, может быть, беспечности по такой, что я выберусь. И вот хотелось бы посмотреть. Ну, погрязнуть – это тонуть, увязать в грязи. То есть так, где-то погружаться так. И такой пример, когда вот я был там на Благовесте, в тех южных районах, один человек, он пришел побеседовать со служителем, рассказывал такой пример, страшный пример. Они были друзья, рыболовы, спортсмены. И так вот, ну, они решили порыбачить, побаловаться. Там, знаете, на Азовском море, мне приходилось быть на этом море. Раньше там больше было рыбалки, целые рыбные такие лесопромхозы были. Это не лес, а эти рыб промхозы эти были. Сейчас они там все это запущены, не так уже. И там стояли большие промысловые сети. Но они захотели, значит, мы порыбачим так. Достали акваланги, все эти, значит, костюмы специальные, и поплыли. Под водой они подплыли к этим сетям, начали там выпутывать рыбу, осетра, улов такой. И потом они, ну, так вот выпутывают, смотрят, а один друг их запутался в сети. И он думает, ну, выкарабкается. А вообще это море, оно очень мутное такое. Когда там вот что-то в нем делаешь, оно быстро это все поднимается. Смотрят, уже такой мрак, да, это все со дна это идет, вот там грязь вся эта. А друг-то их выпутаться не может. Они уже все побросали к нему на помощь. Давай выпутывайте туда сетей, смотрят, но уже они не успевают. Кислород в баллонах заканчивается. И так они бросили этот улов, бросили этого своего друга в этих сетях, и всплыли, чтобы самим не погибнуть. И он говорит, я закрываю глаза и смотрю, я вижу, я уже два года не сплю. И вижу, как этот человек, как мой друг, погибает в этих сетях. Как страшно, дорогие друзья, когда, может быть, где-то мы, вот так видим, или где-то кто-то, может быть, по нашей даже, где-то вине, где-то мы-то выбрались, а еще кто-то рядом. Где-то видим весь ужас, ну, то, что погряз. То, что где-то вот так вот, хорошо, что если мы еще сможем выбраться. Ну, может быть, и такое, ну, где-то, что дьявол настолько так вот в своей сети, что не хватит сил оттуда выпутаться, не успеешь. Терпение, вот, ну, Божья милость, то, что Бог дал тебе, это дыхание такое духовное, оно может тоже у тебя иссякнуть. И опустишь руки вот так вот, где-то уже в бессилии в таком духовном. И все так вот, но одна только милость Божия. Поэтому сохрани нас, Господь, от такого. Я погряз. Чтобы не погрязнуть, дорогие друзья. Потом там такое второе место, для себя так подметил в этом стихе, не на чем стать. Вот не на чем стоять. То есть человек, он потерял основание. Погрязнул. Вообще потерять основание, то есть почувствовать под собой что-то шаткое, это так неприятно. Когда вот там у нас Новосибирск, те места где-то, ну, ближе сюда, Нижневартовск, там произошло на Алтае землетрясение. Так вот некоторые люди говорят, ну, настолько это вот поражает, да, что непривычно, как это кажется, непоколебимое, незыблемое. Вдруг, когда это шатает, трясет, да, то люди, они прямо были вот в таком, как бы состоянии, такое было неестественное. Мне самому пришлось как-то пережить. У нас такие домики есть деревянные, ну, такие они панельные, из щитов таких. И вот рядом прошел трактор. Ну, кажется, дом, он должен быть такой неподвижный. Меня так трясло, что я думаю, ну, как, ну, что же это такое происходит? Такое ощущение настолько непонятно, когда теряешь это основание. Не на чем встать. Там интересно, что в старые времена тоже проверяли фундамент. И вот камень, в котором была обнаружена трещина там, или какой-то дефект, может быть, даже скрытый, ну, ненадежный, его греки помечали буковкой А. Там, ну, это такое слово адакимастас. И оно означало, то есть строитель, он вообще понимал, знал, что, значит, этот камень, он проверен, испытан, но нуждается в исправлении. Вот мы иногда даже как-то, ну, не проверяем свое основание, как оно, насколько оно шатко, а насколько оно, а там может быть и дефект где-то какой-то. Бог-то нам дал, поставил на камни наши ноги, а мы смотрим, что-то прочное, драгоценное, меняем на сомнительное, меняем на шатко, на такое. И братья-то там где-то предупреждают, и в церкви ответственные служители. Ну, это шатко все, это да, ты можешь здесь не удержаться, можешь соскользнуть с этого. Это может тебя когда-нибудь подвести, и чаще, когда человек не слушается, он действительно, ну, идет эта потеря основания. Он может так вот погрузиться в такое, да. И такая тоже, ну, следующая ступень. Вошел во глубину. Вот погряз, да, сначала погряз, потом потерял основание, а потом уже все и пошел, вошел во глубину. Это уже где-то, ну, настолько так погрузился, что это глубина. Я так еще хотел, ну, как-то вот, чтобы эту глубину немножко увидеть, прям слова такие посмотреть. Это Иван Вениаминович Каргель написал, где-то рассматривая грех, весь ужас греха, он такие слова пишет, я прямо зачитаю так дословно, что «Кто отвергает или умоляет, или частично устраняет великую жертву примирения, в которую за нас был принесен Иисус Христос. Тот не знает, каким чудовищем является грех, в плену которого находится жалкое существо-человек. Истинное познание греха приводит к пониманию величия жертвы Иисуса Христа, к его почитанию. И наоборот, истинное понимание величия этой жертвы открывает глубину пропасти, в которую мы упали, став грешниками». Так дорого, что, в общем-то, до глубокой старости прожил этот человек среди, мы как-то на конференции смотрели, среди стихий этого мира, среди такого масштабного отступления, этот человек, в общем-то, стал как бы, ну, Даниилом последнего времени, устояв вот так вот, сохранив все, боясь греха, оберегая, ну, столько, в общем-то, перенося даже от где-то таких людей, которые отступили, какие-то где-то и насмешки, и, в общем-то, пренебрежения, но он выстоял, не погрузившись в это. Поэтому настолько дороги стали его слова, когда рассматриваю, как он им какое отношение имел ко греху. И так пришлось многое в своей жизни пересмотреть тоже, проверить свои основания. Мне так хотелось бы привести этот пример. Ну, вот, кажется, что человек, я немножко вот так вот побуду в таком состоянии, в близости, в этой греховной жизни и выберусь. Человек не понимает весь этот ужас, этого последствия, все. Но такое, насколько цепко держит грех в этой грязи, вот в этом болоте. Вообще очень тяжело, трудно вылезти, даже физически, да, если кто-то не поможет. Ну, а духовно, я думаю, что это еще тяжелее. Когда вот мы смотрим на израильский народ, когда они были в египетском рабстве, ну, кажется, ну, что там хорошего, да? Вот детей умерщвляют в глубоком рабстве, Бог видел крики, стинания, кажется, ну, все, надо бы как-то уже, ну, отреагировать, да? Приходит Моисей на помощь. И вот эти люди, ну, они думали, вот вообще все, что я, ну, они встанут и пойдут, да? Мы как-то с одним человеком, он уже такой пожилой служитель, рассуждали о том, для чего были даны эти 10 казней-то в Египте. Ну, первое, что приходило на сердце, ну, да, чтобы показать фараону, что ты уже не держи, выпусти, как бы ты ни ожесточался, все-таки Бог, он сильнее, и Бог от ожесточал сердце. А мы посмотрели в другую сторону, да? А другая сторона все-таки была, чтобы показать израильтянам, ну, насколько тяжело было выйти из этого Египта, сколько Богу нужно было усилий приложить, чтобы их оторвать от этого. Вот первая казнь, да? Они думают, ну, встанем и пойдем. 400 лет Бог определил, они уже 430, они уже так, ну, больше рубеж уже идет. И вот, ну, не могут выйти, ну, что уже такое, еще как-то жестче все стало. Вторая казнь, и так вот до последней. И Бог, он просто хотел показать, ну, посмотри, ну, насколько ты уже там погряз, да? Как тебе трудно, как тебе тяжело встать, как тебе вырваться-то тяжело. И, в общем-то, там так получалось, что юридически уже этот народ, он стал как бы народами фараона. Мы так смотрели на это место, почему три дня пути? Почему так Господь говорит, несколько местность, это исход 3 глава, 18 стих, 5 глава, 3 стих, 8 глава, 27 стих, это все в книге исход, вот эти места, 3, 18, 5, 3, 8, 27. Когда Моисей от лица Господа, говорит, отпусти на три дня пути. И так думали, ну, что Моисей хотел обмануть, что ли? Как-то, почему три? Ведь они собирались уйти на совсем полностью. В общем-то, ну, а потом понимали, что это для того, чтобы, ну, Божий народ, он стал Божьим, нужна была жертва. Они фактически стали уже этими египтянами. Если посмотреть, например, на страну, ну, вот нам, например, чтобы уехать куда-то, получить гражданство нелегко сейчас будет. А мы, когда переехали, рождается ребенок, он фактически как бы уже является гражданином той страны. Следующий. И за 430 лет эти дети, они, в общем-то, ну, эти поколения, они стали, как бы фараон смотрел, как на своих рабов, как на его, как бы, кровное даже, что ли, как на его такое, тоже такое место вот смотрел, ну, с таким ужасом, когда Христос изгоняет из дома, да, и в Библии написано, ну, как бы, из человека этих бесов, и говорит, что вы храм Духа Святого, а то бес потом, говорит, так, он говорит, вернусь в дом мой, да, то есть, насколько вот такого притязания, это же, говорит, мой дом, то дьявол вот такое вот у него, ну, вот такое, да, наглое все это, как-то такое отношение, ну, это мое, да, не дам там, не отпущу, не отдам. И фараон, он так говорил, кто такой Бог, я его не послушаю, то есть, мне нужна эта сила, нужен этот народ как рабы, то есть, в таком положении падшем. И вот, ну, Господу, он так говорил, интересно, что исход, 6 глава, 7 стих, приму вас себе в народ. Потом он говорит в 13 главе, вторым стихом, освети мне мои они. И вот Господь так хочет, чтобы мы его были народом, чтобы мы были освященные. Грех он не освящает, он оскверняет и пачкает. И чем человек глубже в этой греховной жизни, тем он дальше от Бога, чем тяжелее ему вырваться из этой пропасти, тем тяжелее ему стать Божьим, вернуться к Богу. А дьявол, он тем больше это в какую-то власть берет, в какой-то плен, какое-то вот он притязание такое, его больше и больше имеет. И как хорошо, когда вот сегодня даже так молились, ты вырвал меня, да? Хорошо снова туда не погружаться, беречь этого. А кто-то, пересматривая свою жизнь, увидит, что Господь, где-то я лишен основания, где-то погряз, где-то уже какая-то глубина, что-то меня уже и увлекает, вошел в эту глубину, то пока не поздно, надо еще, ну так, выходить, да? Надо выходить на поверхность, выходить к Богу, искать Его лица, чтобы Его быть. Господь говорит, мои они, но они, когда мои, когда освященные, когда рядом с Господом. Вот такое. Еще хотелось посмотреть тоже такие места. Вошел во глубину. 1 Тимофей 6, глава 9 стих. Там есть такие слова Божии. Безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Часто человек, он действительно сам себя погружает. Бедствие, пагуба. Смотришь, ну почему такая жизнь, да? Почему я так до этого... Вот эти вредные похоти, они тебя погрузили где-то. Что-то с тобой уже такое происходит, не так, как, ну может быть, в народе Божьем. Сколько было беды у тех людей, которые за что-то вот, ну такое, держались они. Смотрим трагедию Ахана, его семейств. Вот полюбилась, да? Он ухватился за это. Я так вот рассуждал, думал, ну зачем она тебе? Зачем ты эту одежду закопал себе в землю под шатер? Ну она же там все равно в негодность придет. Носить же ты ее, ну не сможешь, наверное, никогда. А кто-то думает, нет, вот пройдут времена, и одену я эту одежду. Может быть, посвободнее будет, может быть, так. И смотришь, и одежда гниет, и сам человек уже в такой бедствии, погружен в это все, в эту пагубу. А как бы хотелось, дорогие друзья, чтобы было все-таки что-то другое. Чтобы познавать эти Божьи глубины, не греховные, а видеть всю эту, ну, пагубность этого греха, выходить оттуда, убегать от этого. Еще такое место, книга про Каисайя, 29 глава, 15 стих. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке, и говорят, кто увидит нас, и кто узнает. Горе тем, которые думают скрыться в глубину. Кто-то думает, я вот так на людях, я там, ну, другой, а мы все приехали, в общем-то, так смотрим друг на друга, все хорошо, как приятно, да? В церкви где-то нас больше знают друг друга, да? Где-то с другой, может быть, где-то стороны. Но как бы хотелось, чтобы сторона всегда, это была Божья, такая святая, чистая. И как есть, когда нужно где-то что-то поправить, когда где-то, ну, вот, может быть, где-то в нашей жизни, в нашем основании произошла эта трещина, то я не надо замазывать грязью, я не надо скрывать, надо выходить и говорить, Господи, нет, надо другое мне основание, твое, твердое, святое, которое проверено, которое испытано и которое найдено, ну, таким верным, вечным. Там за рубежом тоже такое слышал, интересно, что есть такие агенты, значит, они скупают вот недвижимость. Их не интересует верх здания, их только низ интересует. Вот они, значит, пойдут, они посмотрят это все здание, походят, походят, посмотрят, но если прочное основание, целое фундамент, да, они купят его. Пускай там весь верх разрушен. Ну, может быть, стоят такое, ну, хорошее здание, ну, штукатурено все, там ровненько, но в фундаменте трещина там. Они такое здание себе не берут, им не нужно, да. И вот чтобы нам тоже пересмотреть, ну, что Господень положил наше основание, да, чтобы вот на этом основании в нем трещины не будет, дорогие друзья. Увлечен течением. Такое тоже, эта фраза там есть. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их? Поведение тех обращу на их голову. Говорит Господь Бог. Это из Икиля 11, 21. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их? Поведение тех обращу на их голову. Говорит Господь Бог. Иезекииль 11 глава, 21 стих. Второе место тоже хотелось так посмотреть. Зло увлечет в погибель. Псалом 139, 12 стих. Там так, это немножко выборочно, чтобы просто, ну, ограничить по времени. Зло увлечет в погибель. Мы ехали так сюда и разбирали, посмотрели, как увлекло, ну, зло в погибель, насколько. Такое место для себя подметил, посмотрел. Первая книга царств, 21 глава, 7 стих. Я даже хочу прочитать это место, чтобы открыть его. Первая книга царств, 21 глава, 7 стих. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по именем Доек и Думиянин, начальник пастухов Сауловых. И я так, ну, стал рассматривать, да, тоже где-то, и подсказали так. Вот посмотрите, находился пред лицом Господа, да? Что же он там делал, интересно? Вот, один из слуг Сауловых. О нем сказано, что человек, он богатый. В 51-м псаломе тоже есть там дана его характеристика. Тоже хочу открыть. Он, знаете, мы вот тоже приехали вот здесь, пред лицо Божие, предстать, пред Господа предстать. И хотелось бы, ну, чтобы никто не ушел вот в таком где-то состоянии, как этот человек. Это один из тех людей, немного, я двух человек не люблю в Библии, которые с такой характеристикой, особо так почему-то, настолько они не нравятся. Вот это один из этих людей. То здесь Давид, он так, ну, о нем пишет, как бы, такие слова пороческие. Со второго стиха. «После того, как приходил Доек и Думиянин, он донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха, что гвалишься злодейством сильный». Вот такой его характеристика. Это сильный. Он был очень богатый тоже там человек. Это был начальник пастухов. Пятый стих. «Даже с четвертого гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше лож, нежели говорить правду. Ты любишь всякие губительные, гибельные речи. Язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, не зрение от тебя, исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Вот человек, девятый стих, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии». Потом Аятам Давиду, он говорит, он по-другому. Значит, ставит себя на другую платформу. И вот этот человек, да, так посмотрел, в общем-то он и так пост большой имел. Он был начальник пастухов. Ну стада все это, да, все в его. Человек богатый. И вот так получилось, что и перед лицом Божьим он был, пред Господом он там был. Может быть, он жертву приносил. И я так для себя тоже такое место пометил. Каин, он тоже приносил жертву, да. Но написано, что дела его были злые, о Каине там, в первом послании Ана. Вот злые дела. И тогда уже ты никакой жертвой Богу не угодишь, когда злые дела. И этот человек, он, ну вот так вот стоял пред Богом. Я не знаю, как он, что, может быть, просил у Бога. Что-то приносил за себя или как он. Но потом он взял такой фундамент. Когда он пришел, нажаловался Саулу. Саул говорит, ну что, ну надо, значит, поднял руку на самое святое, на священников Божьих, на этот город Номву. И он говорит, ну кто пойдет умертветь? Те люди, сильные мужи, воины, которые стояли рядом, которые близко были с Саулом, ни один не поднял руки. Они говорят, мы не пойдем. Это были воины, которые понимали, они могли идти на войну, они могли открыто сражаться, ну, с врагом хорошо сражаться, там, с вооруженным на поле где-то так вот. Но чтобы пойти и священников, там написано, жён, детей, в общем-то, весь город, 85 человек, носящих там льняной ифот, чтобы они не смогли сделать такое зло, поднять руку на это, не смогли. Они отказались. Они понимали, что могли лишиться расположения Саулова, царя. Понимал, что он мог как-то сместить, убить, наказать, что-то сделать. Но, в общем-то, они понимали, насколько велико было это зло. То вот этот человек, он, ну хорошо, он говорит, ты иди, доек, он пошел. И он выполняет своё чёрное дело, желая этим возвыситься. Он понял, что вот настал тот момент, когда вот этой низостью такой, да, но я в глазах своего царя, всё-таки я настолько буду им преданным, что, ну, так вот, превознесусь. Хорошо, когда всё-таки мы свою жизнь пересматриваем и никогда не сможем так поступить. Насколько страшная трагедия, там Давид предсказывает, даже корня не будет. Исторген Господь. Там такие слова, ну, страшные произнесены о нём. Хотя кажется, что он сильный, да, сказан о нём. То, знаете, дорогие друзья, после этого о нём больше ничего не упоминается. О благословенной жизни Давида, ну, сколько ещё говорится. Его до глубокой старости всё там расписано. И не только до старости, но там на века вперёд, в общем-то, до вечности. Всё Господь усмотрел и устроил. Так это хорошо. Ну, о нём уже, о доеке это всё, да. Вот увлекло зло, да. Он как-то увлечён был. Он искал, как бы, вот всё это сделать. И зло увлекло его в погибель. Такое вот, ну, как-то страшное, может быть. Может быть, ещё такое мнение, да, что, ну, вот я где-то, знаете, это поплаваю ещё так, да, подержусь на этих водах-то, ну, не увлечёт. Такой пример тоже интересный для себя как-то подметил. В 63-м году было испытание одной, там, в Атлантическом океане, одной лодки. Даже название есть трешер. И вот, значит, она после ремонта начала такое глубоководное погружение, чтобы испытать себя на глубине. Там были офицеры верфи, где она, значит, ремонт проходила, гражданские специалисты с завода, где всё они делали. Её сопровождалось такое судно спасательное, ну, чтобы связь держать, всё. И в том месте Атлантического океана глубина была 2400 метров. Вот настолько там глубоко, значит. Это очень много, серьёзная такая глубина. А экипаж должен был опуститься, ну, примерно на 360 метров. И каждые 15 минут командир лодки выходил на связь. И он докладывал, что погружение идёт нормально, значит, всё хорошо у нас. И около часа, значит, так и продолжалось, пока они не приблизились к предельной глубине испытания. И потом связь пропала. Там такая паника началась, они же не знают, что теперь делать, как связываться. Там уже сам этот капитан корабля кричит, не радист уже там по гидроакустическому каналу, он вызывает, вызывает, кричит, кричит. Не ответа, ничего нет. Потом, правда, там что-то было слышно, похоже, что вот, ну, как вот, один специалист, он говорит, как будто переборки там лопнули от большого давления. Ну, и потом, всё-таки, год спустя уже, и искали там, и самолёты кружили, там как-то пытались что-то предпринять, а что сделать на такой глубине? Дождали её всплытия много очень времени. Так ничего не произошло. Ну, а потом уже почти через год там нашли обломки этой лодки. Их многократно сфотографировали. И, в общем-то, все эти военные специалисты, версии, как же, чтоб, ну, почему, что это было. И одна из таких самых серьёзных версий, которую они приняли, там была такая, значит, что, как бы лодка вследствие ошибки экипажа, она проскочила предельную глубину погружения и просто была раздавлена. И вот знаете, дорогие друзья, если мы проскочим где-то эту глубину, да, Бог тоже что-то определил, да, для нас. Проскочил, всё. Там 129 человек погибло. Вот такое страшное, где-то, с жуткой смертью. Это и гражданские люди, и военные те, которые просто, они, может быть, собрались испытать где-то. Но это была их работа, да. Сегодня Господень говорит, зачем тебе, да, зачем искушать где-то, зачем тебе так это испытывать, да, проверять где-то, может быть, свою плавучесть, там, насколько ты отплыл-вернулся, отплыл-вернулся, и потом и не вернёшься, чтобы как-то насколько, ну, пересмотреть своё, да. Пересмотреть, дорогие друзья, своё поведение, своё такое жизненное хождение перед Господом, потому что можно не в крайность туда, можно, наоборот, в другую сторону, ближе к Богу, чтобы быть Его народом. Мне вот так дорого был такой пример, да, там тоже южнее, на юге проходило тоже молодёжное такое вот членское собрание, я слышала о нём, было где-то около 500 человек. Вот так же собралось, они вот, ну, в зале тоже так, 500 человек было. Ну, и смысл, цель была, что был такой призыв, что кто всё-таки хочет, ну, как-то по-другому немножко, больше осветиться, отдать свою жизнь Богу. И вот нашлись 22 человека, которые ответили на этот призыв. Они остались после служения, с ними была беседа там, были покаяния, исповедания, беседы такие, как-то, ну, такое, ну, больше посвящение, отдача Богу. И вот решили с этими людьми встретиться через полгода. И через полгода встретились. Эти люди, они приехали. И вот братья спрашивают служителя, ну как, что произошло в вашей жизни? Произошло многое. Произошло то, что Бог начал нас употреблять, Он начал нами пользоваться, жизнь другая стала. Где-то, может быть, покаялись там их не родители. Теперь, значит, какое-то, ну, благословение. Мы, говорит, стали так жить, мы понимаем, что Бог среди нас теперь. Мы молимся, например, ну, просим что-то у Бога, и Бог слышит, Бог отвечает. А то иногда, может быть, как-то, мы слышали, да, такое, бывает засуха где-то, молятся, просят дождя, дождя нет. Наоборот, где-то дожди заливают, просят, что, ну, Господи, может быть, надо уже, ну, остановить это, а дождь идет, вот такое. А Он говорит, а у нас теперь немножко где-то по-другому, да. Мы чувствуем, что Господь с нами, настолько близость, настолько отдача такая есть теперь, и Бог теперь с нами. Насколько Бог хранит. И вот Господь, Он вызывает тоже, ну, как бы нас вот на такое, да, чтобы не погружаться, а, наоборот, выше к Нему, чтобы увидеть эту глубину, ужаснуться только, да, полюбить всем как-то сердцем жертву Христа, чтобы она нас поднимала туда выше и ближе к Богу. Еще такой интересный пример. Вот, ну, когда Давид, он так говорил, спаси меня, да, вот мне так пример такой стал тоже дорог. Наши братья-миссионеры, они уже дошли даже до Курильских островов. И вот они рассказывали такой интересный-интересный пример. Просто теперь как бы о выходе, да. Если кто-то, может быть, ну, там, он чувствует, ну, что-то не так, а как теперь выйти, да, из этой глубины, как вырваться, как подняться, всплыть теперь, да, где взять эти, ну, силы настолько, да. Там на Курильских островах почти на каждом острове есть такая лестница. От побережья она вверх, высоко в горы идет. Она называется лестница цунами. И вот там такое бывает, значит, в этом море там, или от землетрясения, значит, от каких-то стихийных, там, может быть, ну, природных таких факторов. Там поднимается волна с моря до 50 метров, она высотой бывает. Значит, такая, ну, бывает меньше. И она примерно со скоростью до 100 километров в час идет на побережье. И вот когда жители слышат этот рев этой волны, ну, и предупреждает там сирена, специально, в общем-то, есть приборы, хотя они не настолько, говорят, надежные, что у людей, которые живут там в домиках, у них есть самое необходимое, кулечек, и в нем документы и деньги. Ну, все самое такое необходимое. И когда они слышат этот рев волны и сирену предупреждающую, они хватают этот кулечек и бежат вверх, ну, настолько, чтобы только спастись от этой волны. Чем выше, вот, ну, вышел с этой зоны, да, как бы истребление, да, ну, все, значит, ты уже спасся. Вот в такой жизни они там живут. И, в общем-то, ну, у них это так все как бы отработано, чтобы быстрее вверх, быстрее в горы туда, как можно выше, чтобы подняться. А когда волна приходит, все с побережья она смывает. Лодки, корабли. Мне приходилось видеть фотографию, где громадный такой лайнер океанский, он, значит, на крыше дома прямо лежал, был заброшен настолько далеко на территорию суши, что, ну, там, в той части, ну, это примерно там Япония, вот те острова, они наши. Вот, настолько это разрушительное стихийное бедствие. Как хорошо, когда мы, дорогие друзья, можем вот так вот вверх, да. Не надо нам этой глубины, не надо этого опасного где-то берега, а вот так вот выше, вверх, ближе к Господу, чтобы Господь сохранил, приблизил как-то к себе. Ну, и такой момент еще, а так бы хотелось, может быть, он простой, житейский, но тоже в этом есть выход, да. Смотреть, предостеречься, как-то Григорий Васильевич, это Григорий Васильевич с чем-то, он рассказывал так, пример такой интересный, слышал из-за детства. Он в детстве очень сильно любил лошадей. И он, ну, так, было свободно, минутку он приходил там где-то, или конюшники какие-то были, что-то, двор, значит, такой, и были кони. А конюх был очень хитрый. И он говорит, ну, значит, вы сначала там эту работу сделайте, покормите этих лошадок там, навоз за ними вывезти, ну, а потом немножко покатаетесь. Но он и ради этой любви к этим лошадям, конечно, он так старался очень, хотел все это делать. И однажды он так, получилось, нагрузил полную-полную телегу этого навоза, значит. И таких двух сильных таких молодых жеребцов он впряг в эту, значит, тележку и повез. А после дождей дело было. И там посередине дороги большая лужа была перемешана так вот с грязью, с глиной. Но он не справился с управлением, не удержал этих коней. И они затащили эту повозочку туда, прямо в середину лужи. Он думает, ну, все, что теперь будет? Конях-то ругаться будет? И я, говорит, их кнутом полосой бью. Думаю, они так рвутся, ну, кажется, сейчас все это упряжь, там, сбруюсь, или как это все назвать, разнесут все. Вот так они, ну, ну, никак, это, то есть, ну, подводы-то не с места никак не идет. Ну, что, надо идти. Пошел понурый конюху к этому, он, говорит, знаешь, так застрял. Он пришел, посмотрел на это дело, ничего не стал пробовать, трогать, выпрягать их лошадей, и увел, поставил их, значит, в конюшню. Он, я, говорит, посмотрел, что он выводит, говорит, ну, там, он даже так выразился, взял, говорит, двух старых кляч. Такие лошадки, ну, совсем старые они. Такие уже, ну, ну, как, ну, эти не вытянули, ну, этих взять. Пошел он, впряг их тихонечко, значит, в эту подводу, позвал их, там, натянуть и по воде. Ну, ну, и вот пошли, они вдвоем сдвинули эту подводу, вытащили из грязи и пошли тихонечко. Он был большой специалист этого дела, он знал, что эти лошади, они всю жизнь проработали в паре. Они понимали друг друга, как бы, с полувзгляда, может быть, там как-то. И вот они взяли это и сделали, да. И, может быть, мы где-то так, ну, уже рвемся, может быть, где-то и чувствуем, что в узах все вокруг себя, кажется, разбить готово. Может быть, где-то не так. Может быть, где-то надо послушаться, посоветоваться, где-то кого-то позвать уже на помощь. Где-то надо уже исповедоваться, открыв эту глубину, потому что без поведания – это очень тяжело всплыть на поверхность, очень тяжело показать это все. Бывает настолько темная эта вода, что мы говорим, да, да, но там она не открываем, это так глубоко, но там, где глубоко, там и сидит этот человек. И так он и держится за эти сети, где-то запутался так. А как хорошо, дорогие друзья, когда мы можем вот так вот раскрыть это все, прийти к Богу, обезопасить себя, чтобы этот голос, он, ну, знаете, по-другому у нас звучал, да? Спаси меня, Боже, да? Чтобы ему как-то крик уже такой был, чтобы такое переживание, если где-то эту глубину почувствовали, то надо так вот к Богу взывать. Я там из 151-го псалма прочитал слова Давида, немножечко-немножечко хотела сказать на них уже в заключении. Господь, это так, тоже, Господь через уста Давида, Он говорит, а я, говорит. Он такое упование, да, вложил в сердце Давида, в его уста. Он говорит, а я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповая на милость Божьего веки веков. Это другая глубина, о которых тоже будем еще сегодня слушать, и смотреть. Ну, знаете, дорогие друзья, маслины, они не растут где-то на глубине. Они не растут где-то в болотах там не растут. Вообще, мне приходилось смотреть, что растет на болоте. Даже если что-то растет, то через некоторое время смотришь, сухое-сухое стоит. Жизни там нет на болотах. А вот маслина, она растет на камнях. Я тогда себя посмотрел, тоже слушал слова одного брата. Настолько мне понравились, я так с этим согласился. Но все преимущества и качества этой маслины, выбравшиеся на эту поверхность, на эту скалу. Во-первых, она вечно зеленая маслина. Не бывает так, чтобы с нее спадали листочки. Вот как мы смотрим на елку, да, она вечно зеленая у нас здесь. Цвет ее может допасть там, когда цвела она, и плоды потом появятся. Но она вечно зеленая. Всегда плодоносна. Интересно, что всегда она вот ровно, сколько нужно она приносит плода. А когда нет плода, это страшное бедство в израильском народе. Тогда люди понимают, что сам Бог уже вмешался, что это вам показать. Это как знамение. Потом такое, что она настолько долговечна, что там сейчас на той горе масляничной растут те деревья, которые, может быть, ну, видели Иисуса Христа там. И даже пророков, которые были до Него. То есть там есть деревья, которым больше двух тысяч лет. Вот настолько она так держится, что не гниет изнутри, настолько древесина такая плотная, прочная. Что может ей погубить, когда она вот так вот, как зеленеющая маслина в Доме Божьем. Не гниет изнутри, то есть ее там почти никакой грибок ничего-то не берет. Вот настолько она вот, ну, стойка ко всему этому. Дает больше всех масла, растет на каменичатой почве. Но что самое дорого мне стало, она находится в самом сердце. Вот храма где-то, так у Господа, она находится во святое святых. Когда Господь велел сделать довир, то есть это самое центральное место в храме, где святость, там двери были сделаны из масляничного дерева, и крылья, ну, херувимы тоже они стояли вот такие, да. И вот помог бы нам Господь, чтобы нам там, в той глубине, в Божьей, святое, на его камнях. Это единственное дерево, которое вот люди удивляются. Там есть место в Библии, ты дал мед из камня и елей из скалы. Это действительно настолько так, что маслина, она что-то получая из камня, отдает такое масло, столько такой большой урожай. И вот если мы будем на этом, ну, таком неподвижном фундаменте, на Христе, как на скале, то можем все принести. Можем все, ну, то, что Господь от нас потребует, Он сам украсит нашу жизнь. А в глубине, дорогие друзья, в погибели, ну, ну, это очень так страшно, тяжело и опасно. Сохрани нас, Господи, в тех глубин, чтобы как-то сегодня переосмыслить, осознать, где я нахожусь, на каком основании. Слава за все нашему Господу. Аминь. Аминь.